Доктор Джей А.К. Доктор Джолиско Добро пожаловать в седьмой и последний специальный эпизод Хабблкаста, отмечающий Международную год астрономии в 2009 году. В прошлый раз мы увидели, как космические телескопы совершили революцию практически в каждом разделе астрономии. В этот раз мы рассмотрим новые удивительные телескопы будущего, которые сейчас находятся в стадии планирования. В Аризоне было отлито первое зеркало для гигантского телескопа Магеллан. Этот огромный инструмент будет сооружен на обсерватории Лас Кампанос в Чили. Семь его зеркал, каждая хорошо за 8 метров в поперечнике, будут расположены как лепестки цветка. И все вместе они будут собирать в 4 раза больше света, чем любой из современных телескопов. Калифорнийский 30-метровый телескоп, планирующийся в 2015 году, будет примерно как гигантская версия телескопа КЭТ. Сотни индивидуальных сегментов составляют гигантское зеркало высотой с шестиэтажный дом. В Европе все готово для европейского сверхбольшого телескопа. Его зеркало 42 метра в диаметре будет размером с Олимпийский бассейн с площадью поверхности вдвое большей, чем у 30-метрового телескопа. Эти монстры будущего, оптимизированные под инфракрасные наблюдения, будут укомплектованы чувствительными приборами и адаптивной оптикой. Они должны обнаружить первое поколение галактик и звезд в истории Вселенной. Более того, они могут обеспечить нас первой настоящей фотографией диска планеты, находящейся в другой Солнечной системе. Для радиоастрономов 42 метра пустяки. Они подключат много меньших инструментов, чтобы синтезировать значительно большие приемни. В Нидерландах конструируется низкочастотный массив или Лофар. Оптоволокно свяжет 30 тысяч антенн с центральным суперкомпьютером. У этой новой конструкции нет движущихся частей, но она может наблюдать объекты по восьми различным направлениям одновременно. Технология Лофар, возможно, будет использована в массиве квадратный километр, который сейчас является пределом мечтания радиоастрономов. Международный массив будет построен в Австралии и Южной Африке. Большие тарелочные антенны и маленькие приемники все вместе будут производить невероятные детальные изображения неба. Со своей общей площадью 1 квадратный километр, новый массив будет самым чувствительным инструментом из когда-либо созданных. Эволюционирующие галактики, квазары, мигающие пульсары, ни один источник радиоизлучения не укроется от следящих глаз километрового массива. Этот инструмент будет даже искать возможные радиосигналы внеземных цивилизаций. И как насчет космоса? После своего пятого и последнего обслуживания, космический телескоп Хаббл будет продолжать свою деятельность до 2013 года или около того. Примерно в это время будет запущен его наследник. Встречайте космический телескоп Джеймса Вебба, инфракрасную космическую лабораторию, названную в честь бывшего директора НАСА. В космосе его 6,5-метровое сегментированное зеркало будет разворачиваться как распускающийся цветок, одно в 7 раз чувствительнее, чем Хаббл. Большая защита от Солнца будет содержать оптику и чувствительные инструменты в постоянной тени, позволяя им работать при температуре минус 233 градуса Цельсия. Космический телескоп Джеймса Вебба не будет выведен на орбиту Земли. Вместо этого он будет находиться на расстоянии полтора миллиона километров от нашей планеты, на широкой орбите вокруг Солнца. Полвека назад телескоп Хейла на горе Паламар был самым большим телескопом в истории. Теперь даже больший телескоп будет находиться в глубинах космоса. Мы можем только догадываться о тех волнующих открытиях, которые он совершил. Оставайтесь с нами. Тем временем, креативные инженеры постоянно предлагают революционные конструкции новых телескопов. В Канаде ученые построили так называемый телескоп с жидким зеркалом. В телескопе такого типа свет отражается не твердым зеркалом, а изогнутой поверхностью вращающегося резервуара, наполненного жидкой ртучью. Из-за своей конструкции ртутные телескопы могут смотреть только вертикально вверх, но их преимущество в дешевизне и простоте конструкции. Радиоастрономы хотят поместить массив, подобный лафар, маленьких антенн на поверхность Луны, как можно дальше от земных источников помех. Кто знает, может когда-то на обратной стороне Луны будет большой оптический телескоп. Используя космические телескопы, изотмевающие диски, рентгеновские астрономы надеются значительно улучшить остроту зрения своих приборов в будущем. Возможно, они смогут получить изображение границы черной дыры. Когда-нибудь телескоп сможет ответить на один из самых фундаментальных вопросов волнующих человечества – одиноки ли мы во Вселенной? Мы знаем, что существуют другие Солнечные системы. Мы подозреваем, что там есть даже такие планеты, как Земля, с жидкой водой. Но, есть ли там жизнь? Обнаружение подобных планет вне Солнечной системы затруднительно. Они часто скрываются от астрономов в интенсивном свете, излучаемом материнскими звездами. Интерферометры, запущенные в темноту космоса, смогут дать новый ответ. Прямо сейчас НАСА рассматривает проект под названием «Искатель планет земного типа». А в Европе ученые разрабатывают массив Дарвина. Шесть космических телескопов будут находиться на орбите вокруг Солнца в одной связке. Лазеры будут управлять расстоянием между ними с точностью до нанометра. Все вместе они будут представлять собой невероятную разрешающую способность, убирая мешающий свет от звезд так, что ученые смогут в реальности увидеть землеподобные планеты от других звезд. Далее астрономы должны изучить свет, отраженный планетами, который несет отпечатки планетной атмосферы. Кто знает, может через 15 лет мы сможем найти следы кислорода, метана и озона в подписи жизни. Вселенная полна сюрпризов. Небо никогда не заканчивает удивлять нас. Неудивительно, что сотни тысяч любителей астрономий со всей Земли каждую ясную ночь восхищаются космосом. Их телескопы значительно лучше, чем те инструменты, которые использовал Галилеев. Их цифровые снимки иногда превосходят те, которые были сделаны профессионалами всего лишь несколько десятилетий назад. Астрономическим поиском понимания космоса и исследованию Вселенной с помощью телескопа всего 400 лет. И по-прежнему еще очень много территорий, не отмеченных на карте. Мы прошли длинный путь со времени, когда Галилея начал наносить на карту небеса с помощью своего телескопа 4 века назад. Теперь мы по-прежнему наблюдаем Вселенную телескопами не только с Земли, но и из неограниченных регионов космоса. Зерна человеческой природы находятся в нашей, по-видимому, бесконечной изобретательности и любопытстве. Мы только начали отвечать на некоторые великие вопросы. Мы нанесли на карту более 300 планет около других звезд нашего Млечного Пути и обнаружили органические молекулы на планетах, вращающихся вокруг далеких звезд. Эти невероятные открытия могут кому-то показаться зенитом человеческих исследований, но лучшее, без сомнения, еще впереди. Вы тоже можете присоединиться к первооткрывателям. Смотрите и удивляйтесь. Спасибо, что вы были с нами в этом последнем эпизоде специальной серии. Я надеюсь, вы получили удовольствие от нашего небольшого экскурса в историю телескопа. Это Доктор Джей и я завершаю Хабблкаст. И снова, природа удивляет нас больше, чем самое смелое воображение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...